Словесная перепалка из-за скота стоила мужчине жизни. Жуткий инцидент сколыхнул все село Заздресь, что на Тернопольщине. Утро в этом маленьком селе началось, как обычно, с выпаса скота. На пастбище пошел и сосед Марии. Но оттуда мужчина уже не вернулся. Спохватились местные жители уже под вечер. Мол, двери дома и окна наглухо закрыты, а скота во дворе нет. Людей насторожило то, что нет скота. Ибо утром он гнал на пастбище, на обед пригонял. После обеда снова гнал и вечером пригонял. Очень быстро среди населения поднялась паника. Слухи об исчезновении пенсионера моментально расползлись по всему селу. Искали пенсионера всюду. По магазинам, в парке, у родственников. Дошли люди и до пастбища. Она пошла на огород, посмотрела. Когда она приехала, то он уже лежал неживой. Она с того огорода вернулась и кричит мне, Юлиановна, вызывай милицию. Он неживой лежит. Там уже его мухи облепили. И тогда я позвонила в милицию. Позже следователи выяснили, мужчина паскоров на поле, и к нему на авто подъехало два соседа. Сильно пьяные. Мол, чего это ты здесь пасешь скот? Убирайся прочь. А когда пенсионер не выполнил прихоти парня, тот решил действовать решительно. Местный житель 1993 года рождения после непродолжительного конфликта с потерпевшим за пределами села умышленно совершил наезд на данного гражданина. Вследствие чего гражданин умер на месте происшествия, а виновник скрылся с места совершенного данного преступления. Сейчас злоумышленник уже задержан. Более того, он признался в содеянном. Правда, если бы он сразу сообщил об этом случае в милицию, возможно, пенсионеры еще бы успели спасти. А так парню уже объявили подозрение и обвиняют его в умышленном убийстве. А это лишение свободы от 7 до 15 лет. Продолжение следует... Продолжение следует...